МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Россия ввела полное эмбарго на большинство пищевых продуктов, импортируемых из США, Евросоюза и других стран Запада, поддержавших антироссийские санкции, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Эмбарго распространяется на говядину, свинину, овощи, фрукты, мясо птицы, рыбы, сыр, молоко и молочные продукты из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. По сообщениям российских СМИ в список вошли охлажденное, свежее или замороженное мясо крупного рогатого скота, свинины, мясо птицы, соленое, тушеное, копченое мясо, рыба и ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные. Кроме того, в него включены молоко и молочная продукция, овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты и орехи, колбасы и другие продукты из мяса. По словам посла Российской Федерации в Латвии Александра Вишнякова, Россия не является инициатором запрета к импорту продуктов на территорию страны. Их спровоцировал Евросоюз под давлением Соединенных Штатов. Такое заявление дипломат сделал в эфире радиоболтком. Ограничения вводятся сроком на один год, однако Россия имеет право в любой момент внести в них изменения. В зависимости от того, как будут вести себя партнеры, сказал Вишняков, добавив, что обеим странам сейчас необходимо сесть за стол переговоров, разобраться, с чего начался конфликт и обсудить возможный конструктивный выход из него. Он также добавил, что Россия в состоянии пережить условия санкций и может даже извлечь из этого экономическую пользу. Россия на колени не встанет. Никогда, ни при каких обстоятельствах. И то, что у нас есть действительно резервы, они нам помогут пересмотреть многие отношения со многими странами. И то, что уходят одни партнеры, могут появиться другие партнеры, которые готовы будут с нами сотрудничать. Его уже слышали даже на примере того, что сейчас некоторые критики говорят, ну вот Россия сама себе ограничит продовольствие на свой рынок. И тогда будут пустые лавки, прилавки и так далее. Весь интернет полуфотографии. Не будут. Потому что, во-первых, это мощный стимул для нашего отечественного сельскохозяйственного производителя. И в этой части он, может быть, даже ждал такого момента, когда будет ему преференция. А ему преференции сейчас создаются. Второе. Есть много стран, которые готовы буквально в течение месяца-двух начать поставлять нам свою продукцию. По качеству не хуже, а где-то, может быть, даже лучше, чем ту, которую мы получали из стран, которые попадают под эти санкции. Тем временем в официальной Латвии уверены, что российская эмбарго на импорт пищевых продуктов из стран Запада неадекватна, и от него пострадает сама Россия. Об этом заявил госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Пелдыгович. Дипломат отметил, что позиция Латвии в данном вопросе соответствует общей позиции ЕС. В ближайшие дни правительство подсчитывает возможный ущерб от санкций и обдумывает механизм компенсаций. Евросоюз решит, как защитить свои интересы в международных организациях, например, в ВТО, предупредил Пелдыгович. Другого мнения придерживается председатель правления акционерного общества «Северсталь» Лат Андрей Алексеев. Санкции со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов Америки в отношении России, а также ее ответные шаги, могут пойти во благо латвийского восточного соседа, полагает бизнесмен. Это реакция ожидаемая. Но нельзя же все время дергать тигра за усы, свято верив в то, что он не проснется. Россия эти санкции вела не одновременно с первыми санкциями, которые были введены против нее Евросоюзом или Америкой. Напротив, господин Путин достаточно долго ждал, достаточно долго верил в то, что эти санкции, может быть, не затронут, скажем так, реальные секторы экономики России. Знаете, я очень хорошо помню 98-й год. Я как раз работал в России. Я помню тот взрыв, настоящий взрыв. А 98-й год, кто не помнит, это дефолт России, когда Россию похоронили, крест поставили, там, не знаю, табличку прибили, что все вот в 98-м году у него скончалось. 98-й, 99-й год – колоссальный экономический взрыв. Настолько мощное потребление собственного продукта, которое тут же провоцирует рост потребления. Если Россия решит закрыть транссибирский воздушный коридор, убытки иностранных авиакомпаний могут составить миллиарды евро. Такое мнение высказал глава агентства гражданской авиации «Латвии» Марис Городцовс. Он считает, что подобный шаг станет серьезным ударом по отрасли авиаперевозок в Европе. Там идут маршруты, в основном, которые соединяют Западную Европу с Азией. Это очень насыщенный маршрут. Например, в Латвии – это несколько сот воздушных судов пересекает наше небо в сутки. А для государств, которые покрупнее, это еще более значимо. Насколько существенный удар будет нанесен по авиационной отрасли в случае, если Россия все-таки закроет этот коридор для иностранных компаний? Много миллионный, если даже не миллиардный убыток, в зависимости от того, как продолжительность такой запрет может быть введен. Плюс, конечно, много тонн выбросов, потому что увеличится длительность полета, чтобы облетать эту закрытую зону. То есть, вред окружающей среде в том числе. Плюс большие неудобства для пассажиров, потому что поменяются буквально все расписания, существующие на сегодняшний день. Это сильный удар. Ну а пока латвийские предприниматели пытаются понять, как им выжить без российского рынка, что националисты пытаются стоять на своем. Деньги не главное, а санкции России не катастрофа, заявил депутат СМОтнацблока Янис Домброва. Цитата. Санкции России – это истерический шаг Владимира Путина. Хуже всего он отразится на самих россиянах, потому что у них в магазинах будут пустые полки. Большая часть латвийских товаров экспортируется в Европу и даже Китай, не только в Россию. В крайнем случае мы можем пустить товар на Россию через Белоруссию. Деньги не главное, когда рядом такой агрессивный сосед, как Путин, сказал депутат. Введение российского эмбарго на пищевые продукты Запада нельзя считать неожиданностью. Об этом заявил президент Латвии Андрис Берзиндж. По его словам, с такими мерами следовало считаться. Берзиндж подчеркнул, что он совместно с министрами давно ведет работу по диверсификации рынков сбыта латвийской продукции. Что касается России, то она снова доказала, что экономические процессы там тесно связаны с политикой. В пресс-службе главы государства отметили, что Берзиндж сейчас находится в отпуске, но тщательно следит за развитием событий. Латвийское правительство всегда бежало впереди паровоза и выступало за ухудшение отношений с Россией. Такое мнение в прямом эфире радио «Болтком» выразил мэр Риги Нилушаков. Если будет введен запрет против всех стран, и это будет включать в том числе молочную продукцию, продукцию рыбную, то, естественно, рижские дворики, весь этот проект находятся под угрозой. Сейчас пытаемся понять, каким образом этот проект можно спасти, можно ли использовать какие-то рычаги, но вопрос в этой. И, к сожалению, латвийская оппозиция, которая всегда была очень выпукла, бежать впереди паровоза. То есть, вне зависимости от того, какую позицию займут другие страны Европейского Союза, заявить первыми о том, что мы за санкции против России, что мы за, по сути, ухудшение отношений с Россией, ну, мы, к сожалению, будем оказаться в списке первыми, кого внесут, и потом в списке последними, кого будут вычеркивать, когда санкции будут отменять, потому что рано или поздно война закончится, это торговая. А если мы потеряем те площади, которые есть сейчас в торговых центрах, самое вот, что будет тяжелое, то обратно эти площади получить будет очень трудно. Там уже будут армянские дворики, я не знаю, казахские или еще какие-то. А может быть, австрийские или финские, но не решено. Латвия и другие страны ЕС в связи с введенными Россией санкциями обратятся в Еврокомиссию, которая должна разработать соответствующие механизмы компенсации, сообщил министр иностранных дел Горенкевич. По его словам, уже в ближайшем заседании правительство примет решение об отдельных мерах поддержки отраслям, больше всего страдающим от санкций. В ЕС нет большого фонда, откуда можно черпать деньги в случае санкций, но в свое время, когда действовали санкции против Ирана, Греция была зависима от поставок иранской нефти, и механизм компенсации был найден, напомнил глава МИД Латвии. После объявленного Россией эмбарго на продукты питания из стран ЕС снизились цены на акции предприятий, котирующихся на биржах стран Балтии, причем не только в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, но и в других отраслях. Как пояснил руководитель финанстоассетменеджмент Андрей Мартынов, инвесторы, получив информацию о санкциях, начинают нервничать и пытаются продать акции оптимистично, настроенных покупателей очень мало. По словам Мартынова, реакция биржевых инвесторов как на позитивные, так и на негативные события всегда преувеличена. Также эксперт обратил внимание на вероятность еще худшего сценария, то есть встречные санкции ЕС. Правительство Латвии приняло решение об оказании материальной помощи сектору газа. Из госбюджета выделят 50 тысяч евро. Деньги возьмут из фонда на непредвиденные расходы. Эти средства в Министерстве иностранных дел перечислит ООН, Фонду помощи и Агентство по делам палестинских беженцев. Напомню, Эстония на эти нужды выделила из госказны 75 тысяч евро. Предполагается, что деньги пойдут на доставку медикаментов и питьевой воды, а также налаживание системы сточных вод. Израиль начал бомбардировки в секторе газа 8 июля с целью остановить ракетные удары палестинских боевиков. 10 июля началась также сухопутная операция. С тех пор погибли уже 1719 палестинцев. В пятницу определились номера, под которыми партии будут стартовать на выборах в 12-й Сейм. Под первым номером стартует партия НРРЕПШ за развитие Латвии. Это выяснилось в ходе розыгрыша номеров списков кандидатов в депутаты, проведенного Центральной избирательной комиссией. Под вторым номером стартует партия Суверенитет. Под третьим Свобода. Свободен от страха, вражды и гнева. Под четвертым Единство. Пятый номер достался партии развития. Шестой партии Айнера Шлессерса Едино для Латвии. Седьмой национальному объединению ВИСУ Латвии ТБДННЛ. Восьмой латвийскому объединению регионов. Девятой новой консервативной партии. Под номером 10 идет Русский союз Латвии. Под одиннадцатым номером стартует согласие. Под двенадцатым Союз зеленых и крестьян. Тринадцатый номер достался партии бывшего госконтролера Ингуны Судробы Нос Ирц Латвии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова